всем привет друзья сегодня мы продолжаем делать новогодний декор и сегодняшнее видео я посвящу скандинавским гном это очень популярный декор эта идея не благухает свежестью альпийских лугов но я все равно попробую сделать поэтому оставайтесь со мной и погнали для начала мы берем небольшой кусочек ткани у меня это обрезки от старых штор отрезаем небольшой прямоугольник сложный пополам склеиваем горячим пистолетом края этого прямоугольника для прочности также можно это дело прошить далее наша задача сделать небольшой цилиндр который будет являться телом нашего гнома для этого мы вырезаем небольшой кружочек и соединяем при помощи клеевого пистолета две части которые у нас получились все лишнее мы обрезаем выворачиваем и теперь нам нужно придать устойчивости телу нашего гнома для этого мы уберем что-нибудь подручное у меня это например горох насыпаем это в пакетик и укладываем в этот цилиндр далее наполняем какими-нибудь мягкими штуками может быть это у вас какие-то обрезки от ткани остались или фетра у меня есть синтепон я набиваю его хорошенечко завязываем это все резинкой или веревкой берем ткань другого цвета и теперь наша задача сделать колпак для гнома вырезаем треугольник размеры очень такие условные я просто взяла сделала обхват по телу гнома и по этому размеру вырезала треугольник то есть у меня никаких точных размеров нету и также склеиваем края можно прошить для надежности теперь делаем ручки для нашего гнома берем два одинаковых прямоугольника складываем пополам под размер этой полосочки ткани мы подгоняем размер рукавички на глаз прорисовываем контур и затем вырезаем прикрепляем рукавички к рукам внутрь ручек я также добавлю синтепон чтобы они были объемные и проклеиваем все хорошенько теперь делаем носик берем синтепон и какую-нибудь телесного цвета ткань хорошо бы подошли колготки например телесного цвета или следочки но у меня их не было поэтому я взяла вот такую ткань тоже кстати от старых штор теперь делаем заготовки для усов и бороды нашего гнома и 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 Теперь приводим гномика в порядок, расчесываем его, подстригаем, чтобы был у нас очень красивый. Редактор субтитров А.Семкин Надеваем на гнома колпачок. Приклеиваем ручки. Редактор субтитров А.Семкин Придаем форму нашему колпачку. Украшаем гнома какими-нибудь штучками. Я вот сделала манжетики серебристые и украсила шляпку. Редактор субтитров А.Семкин Также я решила сделать нашему гному подружку. Делаю я ее по абсолютно такому же принципу. Ну и естественно борода и усы для нашей барышни ни к чему. Поэтому мы сделаем ей косички. Не забываем навести марафет нашей барышни. Я сделала пуговки из стразиков, манжетики и еще сделала оборочку на шляпку. Крепим на колпачок бубенчик. Я взяла маленькую елочную игрушку для этих целей. Гному также мы не забываем сделать бубенчик. Я прилепила ему вот такую шишечку. Вот такая прекрасная парочка гномов у меня получилась. Если вам было полезно, обязательно подписывайтесь и всего доброго. Пока-пока!